Следующий вопрос. Каково постановление человека, который одевает изар и связывает его чем-либо? То есть связывает его ремнем или веревкой для того, чтобы этот изар, то есть то, что закрывает его нижнюю часть тела, не спадывал с него. Говорит Кали ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни Разрешено человеку связывать тот изар, который на нем. Потому что человек часто нуждается в этом, для того, чтобы закрыть свой аурат. То есть у некоторых людей изар может спасть с него, если он не свяжет его. Поэтому это является разрешенным, подобно тому, как разрешено одевать различные сшитые виды одежды для женщины. То есть как в этом, так и в другом случае это делается для того, чтобы человек закрыл свой аурат. Говорит контексты от имама Шафии, а также от шафиитов, и нагласно на том, что человеку разрешено связывать свой изар. И разрешено ему накладывать на свой изар веревки. Или разрешено ему устраивать что-то подобное. Хучза, хучза это такой предмет, в который вкладывается веревка. То есть подобно лямкам, которые человек вкладывает как ремень или веревку, для того, чтобы завязать свой изар. Все это является разрешенным. А тикка это что? Рабль. То есть это веревка. Говорит, потому что человек нуждается в этом, для того, чтобы удержать свой изар на себе. Потому что изар не держится на теле человека, кроме как посредством подобных связывающих предметов. Далее следующий вопрос. Продолжение следует.